генеральный секретарь североатлантического альянса енс столтенберг посетил с официальным визитом финляндию и обсудил с президентом страны сауле не нестер перспективы членство хельсинки в блоке столтенберг подчеркнул что в нато серьезно относятся к проблемам безопасности поднятым турции в этом контексте вместе с тем генсек блока добавил что заявки финляндии и швеции на вступление в нато это ясный сигнал правда снова и снова тут же непоколебимы как скала мистер енс робко констатировал что альянс обещая финляндии швеции быстрое вступление не ожидал столь жесткой позиции анкары ну типа мы конечно плевать хотели на путинские озабоченности нашим приближением мы так много веков делали пока показки не получали но чтобы нас так подвел эрдоган которого мы тоже держим чтобы русских пугать и не больше это же не по правилам так глядишь москва и анкара вообще объединяться и бежать придется в два раза быстрее что ли это пользу джонсону хорошо у него как у почтальона печки на велосипед есть а что делать тогда янсу столтенбергу и тут же сам президент султан нанес новый удар по европейским прости господи ценностям заявив что западу нельзя доверять особенно в том что касается политики ведь уж как ни крути после того как нато подставила анкару под путинские ракеты несколько лет назад после того как сша ввели санкции против турции и люто обрушили курс лиры инфляция там сегодня за 70 процентов и вашингтон еще сам хвалился как он может ударить по союзникам чтобы значит чужие просто боялись и конечно после того сколько лет ждет анкара вступление в единый как никогда прежде евросоюз турция может много рассказать про западную порядочность их слова полны лжи сказал турецкий лидер кто по-прежнему работает с россией хоть в области ядерной энергетики хоть в области газовых проектов и хитро улыбнулся а рядом товарищи болгары кто сами себе все эти плюшки отрубили почему-то взгрустнули хотя софия входит въезд анкара нет приуныли кстати также хоть в польше хоть в литве где сами себе тоже прикрутили ради ценностей но кажется даже так это точно не конец истории дорогие друзья в связи с отменой монетизации ютюба в россии вы теперь наша единственная надежда что канал будет работать и дальше над проектом не конец истории работают живые люди которым нужна ваша поддержка всего лишь раз в месяц 50 рублей а можно даже 100 позволит нам продолжать работать для вас потому что нам это очень нравится надеемся и вам тоже номер карты вы найдете в описании к этому ролику заранее огромное спасибо вместе победим